Что ж, уходящий год был не совсем лёгким, но достаточно продуктивным в мире яхтинга, и сегодня, ребята, я вас познакомлю с ещё одной выставкой, это последняя выставка в каждом году, обычно бывает, то есть она проходит в декабре, здесь, в Париже, называется «Салон Nautique des Taris», вот, и, конечно, она не такая большая, как в доковидные времена, но очень хорошо, что организаторы имели смелость её провести, выставка действительно очень хорошо проходит, и давайте посмотрим, что здесь новенького и какие новинки мы можем увидеть. А с вами Саша Горон, вы на самом яхтином канале Интерпарус, и мы в Париже, здесь, в Порт-Версаль, и посмотрим, что есть интересного здесь, на этой выставке. Погнали! Музыка 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 ВЕРВЬ IDB представила вот такую лодку. Это, модель мохито 6.5, 6.50, если кто не знает, то такие лодки предназначены для трансатлантических гонок в одиночку, ну, кроме всего прочего, ещё много гонок на них проходят, но посмотрите, какая необычная у неё форма. У неё вот такой вот тупой нос, потому что лодка глиссирующая и очень быстрая, сумасшедшая осадка, просто сумасшедшая, и огромный карбоновый бушприт. Лодка для таких уже, ребят, ну, таких полупрофессиональных. Но, с другой стороны, это сравнительно дешёвый вход в трансокеанские гонки. Смотрите на эту рубку, это же чистая Гарсия, вот видите, очень-очень похоже. А вот перед нами стоит тоже интересная лодка, она не парусная, но она грибная, и это грибная океанская лодка. На таких лодках проводят соревнования, даже есть уже трансатлантическая гонка на грибных лодках, есть одиночки, есть двойки. Данная лодка, я смотрю, для одного грибца, вот, и какие-то вот ютуберы на ней куда-то собираются чухнуть. А в целом, в целом, вот такие лодки, они пересекают океан, есть две баюты, запас еды, вот, есть даже такой шар для обсервации здесь, и вот таких лёс. Самое главное, что здесь есть подставочки для Рэдбула. Электровикборды на гидрофойлах, на подводных крыльях становятся всё более и более популярнее, то есть они везде, на всех выставках абсолютно присутствуют, абсолютно различных производителей. Это E-Foil французской фирмы, которая делает, до этого делала падлборды, и вот они запустили несколько моделей своих E-Foil, E-Foil. Вот это карбоновая модель, пластиковая модель и вот ещё одна пластиковая модель, то есть на разный кошелёк, они отличаются разной скоростью, разной ёмкостью батарей. Карбоновые подводные крылья, здесь более мощный мотор стоит, чем более слабой версии, вот так вот. Также моё внимание привлёк вот такой тримаранчик с таким военно-воздушным названием F101, и этому есть объяснение, потому что это реально летающий тримаран, он на подводных крыльях, вот, и он у нас поднимается над водой, и по заявлениям, по заявлениям ребят со стенда он может развивать скорость до 30 узлов, до 30 узлов, ребята, ну, блин, впечатляет. А сейчас мы на премьере выставки новая модель от Jeanneau Sun Odyssey 380. Мне очень нравятся лодки вот такого размера, вот, и давайте быстренько глянем, чего она интересного представляет. Что, в первую очередь, бросается в глаза – это знаменитые вот эти же ножные проходы. Вот смотрите, достаточно удобно здесь ходить, вот видите, да, также ручка находится на вот таком очень удобном эргономичном месте, и за счёт этого ещё вот образована такая сидушка здесь рулевого, вот, стоят штурвальчики пластиковые из Словении, вот, и давайте быстренько вовнутрь пробежимся. Достаточно приятный интерьер сделан, я не скажу, что шпон какого-то супер качества, но он натуральный, это важно, потому что некоторые уже просто фигачат ламинат, хорошие ручки с искусственной кожей и достаточно приятный интерьер, то есть закруглённые углы. Вот, вот эта часть мне понравилась, ребят, вот, очень интересно и хорошо сделано. Да, здесь у нас спрятан подъёмный кель, эта лодка может быть версии с подъёмным килём, пилец обшили вот таким вот мягким материалом, чтобы не больно было биться, вот, хорошая ткань, пусть недорогая, но достаточно очень приятно выглядящая и хорошо, ну, приятная на ощупь, вот. И вот эта часть тоже мне очень зашла хорошо и приятно, уютно, можно сказать, сделано. Давайте в носовую каюту пройдём и смотрите, как она интересно сделана, то есть она асимметричная и для 38-футовой лодки, ну, просто классно, то есть молодцы ребята извратились, в этом есть что-то, то есть вы можете заходить на эту кровать вот с этой стороны, шкафы с такими вот интересными открывашками сделаны и, ну, в целом, каюта для такой лодки достаточно просторная. И ещё одна особенность этой лодки то, что у нас туалет с умывальником находится вот здесь и отдельно расположен душ, душевая кабина вот тут, то есть тоже это я первый раз вижу на яхте такого размера. Камбуз стандартный, имеет хорошее покрытие с искусственного камня, вот. Эта версия у нас двухкаютная, здесь у нас ещё одна каюта, вот интересно, ой, интересно, дверь решена, но, видимо, другого варианта не было. Также эта версия может быть трёхкаютная и с двумя санузлами, то есть один санузел всё-таки ещё может размещаться там, вот. Каждый яхтсмен мечтает себе иметь классическую яхту, классический гафельный шлюп или гафельный тендер, и с верфью Le Gazelle de Sable, ну, переводится как «песчаная газель», то есть газель, которая быстро носится по пескам, вот. Это возможно, то есть я каждый раз наблюдаю эту верфь на всех выставках, вот уже с 2006 года они работают и не пропускают ни одной выставки в Париже, в Le Rocher, и они делают вот такие милые, прекрасные, чудесные лодочки, которые мне очень-очень нравятся. Это классические обводы, вы видите, классическое парусное вооружение, вот здесь, здесь даже вот лата зашита, вот из прекрасного тикового дерева, некоторые элементы, бушприт, вот латунный полуклюз, такой привальничек просто из шикарного тикового дерева. И на них ходят, ребята, то есть на них ходят, то есть я в Le Rocher'е их частенько вижу, все сразу бросают дела и смотрят вот как на классическую яхту, потому что выглядит это очень миленько, но кроме милоты, это реально ходкая, добротная лодка. Я думал, что они со, скажем, чугунным балластом, но мне только что вот объяснили, что у них водяной балласт, то есть реально она достаточно лёгкая, перевозить её либо поднимать на трейлер не представляет каких-то трудностей, вот, да, и делается вакуумно-инжекционным методом, поэтому корпуса, я вижу, вот они просто идеальные, просто шикарные корпуса, вот, и три размера, там, самый маленький, вот такой средний и чуть побольше, паруса разных цветов, опять же, мачта из… нет, это не дерево, это алюминий, но обёрнутый под дерево, тоже прикольно, вот, и посмотрите, как здесь всё классненько и добротненько сделано, мне очень-очень нравится, но традиции с технологиями здесь совмещены, здесь стоит электромотор, вот, поэтому она очень тихая лодка, электромотор здесь включается как на детской машинке, вот, посмотрите, очень легко и просто, и вот, пропеллер крутится, вот так, и никакого шума вы себе передвигаетесь, наслаждаетесь сейлингом. Вот здесь, в скейге, вы видите, ролик стоит, это чтобы удобно было её вытягивать на берег, подтягивать, и в целом эти лодки, ну, просто умиляют и дарят удовольствие от самого хождения. А вот смотрите, какое милое создание, да, от этой версии, это самая маленькая парусная лодочка от версии La Gazelle de Sable, вот, вот такой малыш умилительный, и 65 килограмм веса всего без водяного балласта, опять же, электромотор у нас здесь топсель-гафель, ну, но она на одного человека, если говорить о таких человеках, как я, я бы в ней очень достаточно мужественно бы смотрелся, вот, но качество великолепное, я же говорю, всё сделано методом вакуумно, вакуумной инфузии, вот, очень хорошие материалы применены в качестве деревянных элементов и очень качественные паруса. В итоге 65 килограмм. Спросите про стоимость. Стоимость в базе стартует 6500, а вот с электродвигателями, с топселем и так далее, вот именно этот комплект – 9900. Ну, тоже достаточно приемлемо для такого дейсейлера, чтобы просто себя любимого побаловать. И к тому же, я говорю, что это очень мореходные лодки, они и в хорошую волну даже идут и показывать хорошие результаты. Я люблю наблюдать, как вот в Лярашеле на них народ прикалывается, наверное, даже регаты устраивает. Но вот посмотрите, это самая маленькая лодочка, и сейчас покажем вам самую большую. Это самый большой, самый большой, это флагман верфи «Ля Газель де Сабль», вот, такая лодочка длиной 3,90, то есть самая маленькая 2,70, а вот эта 3,90, вот такой у них флагман, вот, и весит он всего 130 килограмм при вот таких вот обводах. И, друзья, здесь есть такая финичка, что эта лодка может быть ещё кей, чем в первый день выставки здесь стояла мачта, сейчас они её убрали. Вот здесь можно поставить вторую мачту, она здесь как раз стояла в первый день выставки, и меняется немножко румпель, и в итоге у вас будет свой кейч, не хватает холодильничка для шампанского, и вполне такая классная и милая лодочка, опять же, с электромотором, вот, и вы имеете себе кейч, представляете, друзья мои, двухмачтовая яхта у вас в гараже, классическая двухмачтовая яхта у вас в гараже. Блин, ну, удивительные лодки. Стоимость в полной комплектации этой лодочки порядка 15 тысяч, получается, с электромотором, с двумя мачтами и с кучей-с кучей парусов. А теперь мы на стенде фирмы Savibot. Savibot фирма, ElectricBot by, почти Tesla, by Tecla, странно. Вот. И мне, да, понравилась вот такая лодочка с классическими обводами, то есть это электролодка, опять же, я вам скажу, с такими классическими мореходными обводами. Эта лодочка предназначена для дневного отдыха. Я таких много видел на Лазурке, Интлантике во Франции. Их сдают в аренду без прав, с небольшими двигателями. Вот. Ну, в данном случае мы имеем дело с электрической версией. Она оснащена Tarkeda Cruise 2 моторчиком. Вот. Я читаю вам немножко характеристики. Длина её почти 5 метров, ширина 2, водоизмещение 600 килограмм. Вот. И на ней стоит, да, как я сказал, Tarkeda Cruise 2 мощностью 2 киловатта. И ребята заявляют, что эта лодка имеет 10 часов автономности и максимальную скорость в 4 узла, то есть 7 километров в час. Здесь может разместиться до 9 пассажиров. Таких худеньких пассажиров. Здесь имеется вот здесь гри. Достаточно всё хорошо, добротненько сделано, очень много всяческих рундучков. Вот. И есть, что вот с таких лодок начинается, по сути, и настоящая электрификация яхтенного мира, да, катеров и яхт. То есть эта лодка имеет уже реальное практическое применение, и уже, как бы, и эти лодки сдаются в аренду. Ну вот, то есть без дополнительных всяких разговоров, рекламы, либо каких-то налоговых пропихиваний. Вот такие небольшие лодки действительно уже движут электричество в массы. Вот таким вот образом, друзья. Продолжаем электрическую тему нашу. И мы сейчас на стенде австрийской компании Scuba Jet. Вот. И они представляют очень интересное устройство, которое можно применять в нескольких видах. Они выпускают 3 размера. Вот такой самый большой, где находится 4 вот таких батарейки, 4 вот таких батарейки. Есть также устройство вот такое на 3 батарейки, и есть вот такой малыш на 2 батарейки, на 2 батарейки, вот. И если вот эти 2 устройства обладают двигателем в 1 киловатт, 1 киловатт, то вот такой малыш — это полукиловаттный, то есть он больше для такого семейного использования. Использовать его можно в нескольких, ребят, направлениях. То есть, ну, в первую очередь это может быть скутер, да, буксировщик подводный, вот, который достаточно активно, да, работает. И мощность достаточная, и заявлена, наверное, достаточно честная мощность. Да, жалко, что у меня нету волос. Сейчас бы я вам показал, как это всё у меня тут красиво бы трепыхалось. Кроме того, здесь есть вот такой фонарь, не буду вас стрелять, потому что это просто лазер, да, всё, я похож на джедая, Люк, я твой отец. Идём со мной, это единственный путь. И, ну, да, тяжёленькое устройство, но понятно, что мощность требует того, вот. И, кроме того, его можно использовать, как вы видите здесь, на каяках. Здесь даже две подставки, я представляю этот каяк, с какой скоростью он будет нестись. Для этого, для этого, друзья, вы вешаете вот такой блок управления, который выходит наверх, прикрепляется на палубу вашего падлборда. И вы имеете вот такие вот часики с управлением, где вы устанавливаете скорость, запускаете. Вот, достаточно так элегантно всё решено. Кроме того, есть крепление для каяка. То есть вы можете вашему каяку прикрепить вот такой моторчик, и у вас будет просто такой джед-каяк. Вот, но вы видите, что я закатил рукава. Сейчас мне девушка поможет запустить вот этот монстрик, уменьшит мощность. И я вам покажу, каким образом он. Да, очень тяжело его удержать, действительно, он фигачий так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, мощность сумасшедшая, просто сумасшедшая. Я из всех, то, что я тестировал, это, наверное, один из самых мощных устройств сейчас на рынке. Вот, поэтому очень рекомендую Scuba Jet. А теперь мы на стенде фирмы Bell Marine, Bell Marine, вот. И хочу привлечь ваше внимание, ну, у неё тут есть и обычные электрические двигатели для приводов, да, для сейл-драйва, есть двигатели для прямого вала, но мне понравилась вот такая штучка, это гибрид. То есть вот такой электродвигатель вставляется между трансмиссией, в трансмиссию, и вы имеете себе дизель с дополнительным электродвигателем. В итоге вы можете идти под электродвигателем, можете идти под обоими двигателями и можете идти просто под дизелем. Ещё, кроме этого, он может работать как генератор, как дизель-генератор и заряжать ваши батареи. Всё управление сводится вот на этот throttle, то есть управление и дизелем, и управление электромотором, всё заводится на одну ручку. Вот, в случае проблем с электродвигателем вы можете запустить сразу дизель, вот. И вот такая гибридная установка, я считаю, что у неё есть более близкое будущее, чем просто у электрических двигателей для яхт, вот. И уже имеют место установки на коммерческие суда, потому что у них коммерческая сертификация, друзья мои. Самый короткий сюжет, ребята, самый короткий – это гвоздь программы здесь на выставке. Джел аудио представила музыкальную систему вот с такой фичей. Крутилочка, крутишь – и меняется цвет ваших динамиков. Нажимаем и крутим. Как, как вообще я ходил на яхте без этого, ребята? А теперь, ребят, мы на стенде наших партнёров фирмы PUSHON, и они представляют систему DOCMATE. Чем она хороша? На эти пульты заведены все пропульсивные системы, все двигатели, подрульки носовая, кормовая, якорные лебёдки, да, электробрашпили, сигналы горные и так далее, так далее. И вы всем этим можете управлять, имея вот такие пульты, либо вот такой с джойстиком, либо вот такой со стрелочками. Вы переключаете управление на эти пульты, этот пультик может быть с вами, и вы управляете своей лодкой на швартовке. Что я могу сказать? Что бесстрессовая швартовка — это тренд для всех производящих электронику, то есть всё больше и больше фирм стараются облегчить яхтсмену швартовочные операции. Вот. Да, такие, такая система предназначена для более мощных двигателей, да, от 70 и от 100 лошадиных сил и больше, где есть электронное управление двигателями. И в идеале, чтобы это был, там, катамаран, либо лодка на два двигателя. Вот. Поэтому, поэтому я так вот прогнозирую, что всё больше и больше будет появляться фирм, которые будут облегчать швартовые операции, их улучшать, брать что-то из автомобилестроения. Ну, а в данном случае мы имеем вот фирму «Докмейт», «Докмейт» с вот такими различными устройствами, вот. И у нас есть даже небольшой вот здесь такой тренажёрчик, и можно вот немножко потренироваться. Вот так, друзья, мы можем потренажёриться, поиграться. По-моему, я в кого-то врезался. Всё, плохой из меня судоводитель. А теперь посмотрите на вот этот девайс. Как вы думаете, что это? Это, ребята, VHF-радиостанция, которую фирма Cortex довела просто, я не знаю до какого уровня сумасшедшего, да? То есть это, по сути, такой смартфон с VHF. У вас здесь лёгкое переключение каналов. Сразу можно вернуться на шестнадцатый, вот. Далее. У вас здесь плотер. Вы видите АИС, то есть что, где творится, и у вас есть свой аларм. Что ещё есть? Человек за бортом. Мы тоже можем здесь отработать. Далее. Анкор-аларм, то есть есть тревога при срыве якоря. Опять же, мы можем вернуться на шестнадцатый канал. То есть тут всё, всё достаточно интересно сделано. То есть три минутки я здесь в нём шарюсь, и уже как-то можно разобраться, что здесь происходит. Вот так с АИСами можно работать. Сразу вы увидите, кто у вас где, кто вас атакует, а кто бежит прочь. Ну, очень-очень прикольная штука. Я даже не знаю, приживётся ли такая радиостанция, но как гаджет это, конечно, выглядит просто здоровски, ребят. То есть, ну, видите, нет предела совершенства. То есть, по сути, даже с обычной VHF можно сделать вот такой умопомрачительный девайс. Не побоюсь этого слова, друзья мои. И сейчас на стенде «Аквабейс» мы посмотрим вот такой опреснитель. То есть сама механическая часть старая. Интересна нам здесь система управления. Они постарались её сделать максимально простую, максимально автоматизированную. То есть тот, кто ходил ещё давно, да, с опреснителями знает, что очень много нужно сделать танцев с бубнами, чтобы он запустился, чтобы он помылся и так далее, и так далее. Здесь «Аквабейс» всё автоматизировала, и выглядит это примерно так. У нас здесь есть система операций, и мы можем запустить систему автоматического, автоматической остановки. Мы можем выставить либо минуты, да, вот можно любые, любое количество минут, да, вот я хочу, чтобы 2 часа, допустим, набирался мой танк водой. Либо в литрах, в литрах мы можем поставить, вот я хочу, допустим, чтобы у меня было 110 литров примерно, да, вот 108 литров. Вот, система показывает солёность воды, система показывает мощность в данный момент, максимальная 240, и мы видим, сколько сейчас она производит. И стоит одометр показывает, сколько часов наработало. Вторая строка у нас занимается промывкой, да, то есть вы знаете, что опреснитель надо промывать. Мы можем сделать после каждой, каждого включения, но это вредно, если мы набираем понемножку, но часто, да, потому что для промывки система использует 20 литров. Соответственно, ну, как бы стрёмно, да, поэтому мы отключаем, если мы используем часто и ненамного, вот. И периодичность можно включить, допустим, каждые 7 дней система будет себя промывать, 6 дней, да, ну, не больше 12 дней. После 12 дней надо уже уходить на зимовку. Дальше, что у нас ещё здесь есть? Давайте посмотрим. Система тестирует себя, показывает вообще, что у неё происходит в данный момент. Вот, параметры выбрать язык, история включения, ошибок, какие проблемы были, вот, собственно говоря. Оп, вот, ну, думаю, что достаточно очень всё легко и понятно, вот здесь даже, даже блондинке будет всё очень хорошо и понятно. Кроме того, на главном насосе используется электрический инвертор, который гасит скачки напряжения, поэтому нету резкого, да, броска напряжения у вас на яхте, это тоже очень хорошо. То есть система аккуратно и плавно забирает электричество из вашей сети. Вот это важно, особенно для небольших яхт. Аквабейс мы ставим на Фонтен-Пожо, на Дюфор, на большие Дюфор. Такая достаточно хорошая военная техника, вот так. А теперь, друзья, немножечко пройдёмся по электрическим лодкам, которые вы так любите. И вот на стенде фирмы Neosian, Neosian, они представили вот такой катамаранчик Overbot. Вы уже, может быть, его видели на просторах YouTube. Отличная лодочка, она, во-первых, это катамаран, мне это уже нравится. Во-вторых, она на подводных крыльях, мотор погружён, винт в кольце находится. Вот такой интересный руль, немножечко похож на формульный. Вот. И такая лодочка может на полной скорости, по их утверждению, гонять порядка трёх часов. Вот. Ну, опять же, я думаю, что нужно делить. И скорость достигает 15 узлов, когда она выходит над водой на гидрофойлах. И достаточно хороший такой добротненький продукт. Ну, на одного пока. Не знаю, может быть, будет у них версия на двоих, но худых. Вот. И мне нравится вот ручка газа такая вот, как переключатель лепестковый. И в целом вот эта маленькая верфь настроена очень серьёзно. Фирма Bagu, вот такая французская фирма Bagu, вот, делает несколько вариантов электрических лодок, электрических амаранчики, однокорпусники, но здесь она представила вот такой скутер. Skutex, Skutex, ну, вот так вот. Здесь батареи, две батареи по 7,5 киловатт. Два варианта моторов, один 10-киловаттный, один 16-киловаттный. Нет у меня данных по скорости и по времени для этой лодки, но за платформу взята достаточно большая доска, 3,10 на метр 30 без малого. Это, типа, маленький такой багажничек, рундучок. И здесь, ну, 2-3 человека очень даже лихо могут разместиться, так вот, бзззззж, да, вот. Ну, сделано, ну, немножечко так, как бы ещё не дошлифовано, скажем так. хотя очень интересный продукт, я думаю, что такая доска электрическая будет достаточно устойчивая, здесь такой вот алюминиевый лючок сделан, закрыт, я думаю, что там в батарее размещается ключик, вот, достаточно всё очень просто, но, опять же, нет у меня данных по цене, мы попробуем найти и вывесить вам, а, в принципе, для удовольствия вполне сносная штучка для передвижения, я считаю, что даже она будет иметь практическую ценность. А теперь время, ребята, небольшой разминки, надо, да, немножко размяться, но на самом деле это тоже электрическая лодка, это тоже электрокатамаран фирмы SELCO, вы её знаете по таким пластиковым катамаранам для дневных экскурсий, а вот здесь они представили свои надувные вещи, надувные лодки, из них вот такой катамаранчик, если вы присмотрите, здесь нету цепной передачи, здесь установлен генератор, то есть динамка, да, которая передаёт электричество на электромотор Yamaha, я не знаю, насколько хватает вашего движения ногами, поскольку здесь также может применяться аккумулятор, что мне здесь понравилось, ребята, здесь есть подстаканнички, такие из нержавеющей стали, здесь вот находится такой водонепроницаемый рундучок и вот такая миска, я предположил, что это для чипсов, но мои коллеги меня начали поправлять, да нет, Саша, это для салатов, вот, это всё для тех, кто хочет похудеть, вот, впереди расположен трапик для купания, вполне удобный для такой лодочки, вот, и сзади вот в таком пакете находится батарейка, вот, собственно говоря, такой лёгкий простенький катамаранчик для дневных прогулок, ещё бы здесь тентик не помешал, и будет отличная лодочка, вот таким вот образом. Да, и теперь в обзоре у нас самая маленькая лодочка этой выставки, самая маленькая электро-лодочка этой выставки, тоже фирмы Селка, это вот такой детский электроскутер, они его так и назвали, Jet Skid, Kit, Jet Skid, вот, я не буду садиться на него, боюсь раздавить, вот, но длина у него 125 сантиметров, разгоняется он до 7 километров в час, то есть где-то до, почти до 4 узлов, и питается от 12-вольтовой батарейки, также здесь применён моторчик Yamaha, я так понимаю, это бывшая Mincota, да, его мощность аж целых полкиловатта, ну, я думаю, что это достаточно для такого малыша. Вот это сиденье, надувное сиденье, то есть сплошное надувательство здесь, и вот здесь вот такая симпатичная, красивая батарейка. Всё это дело весит целых 12 килограмм, то есть вполне такой вот, он лёгкий, достаточно лёгкий детский скутерочек. Основа здесь из ПВХ сделана, то есть он обещает быть таким неубиваемым, вот так, вот-вот, так-так, ну, как-то так. Звук надо на колонке запускать, на Bluetooth-колонке. И наш старый знакомый, который мы видели в Каннах, я показывал вам, да, там в бассейне он был, это подвесной мотор с мембранным движителем, то есть нету вообще никакого винта, и вот эта мембранка осуществляет движение, то есть фирма FinEx участвует во всех выставках, очень активно продвигает свой моторчик, и мы желаем им действительно удачи, потому что и мне, и всей нашей команде очень зашёл такой движок, интересно бы ещё летом сделать обзорчик уже на лодке с таким мотором. Погнали дальше. Я очень просился залезть в эту лодку, но мне, мне не разрешили сегодня, это, это, конечно, печально. И здесь у нас, ребята, самая маленькая лодка этой выставки, самая маленькая электролодка этой выставки для взрослых. Да-да-да, я не ошибся, это вот с таким штурвальчиком эта лодка предназначена для взрослых. И по утверждению фирмы Bocom un bateau, ты хороша как лодка, типа так можно перевести, по утверждению этих ребят сюда можно запихнуть мужика ростом метр девяносто два. Не знаю, почему девяносто два, а не девяносто три, но вот так вот. Метр восемьдесят восемь у нас здесь вот такой размер. Достаточно мореходные обводы, то есть она такая глубоко сидящая. У нас здесь торкеда на один киловатт стоит и четыре часа автономии с батарейкой. Вот они утверждают, что четыре часа можно вот так рулить, вот так рулить и чувствовать себя капитаном. Более того, ребята выдают настоящую капитанскую фуражку для этой лодки. Можно поднять свой клубный флаг. Флаг, а название какое? Данди, ёпсель, всё-всё по-взрослому. Поэтому вот, пацаны, хотите такой классический катер, электрокатер, чувствовать себя мужчиной и не заморачиваться с его обслуживанием и хранением? Welcome! Стоимость такой лодки во Франции 5500 евро. Ну и вы владельцы вот такого модного катера с тиковой палубой, ёлки. Мне лодочка очень зашла, буду просить их о тест-драйве этим летом. А сейчас мы на стенде инноваций и посмотрим несколько инноваций, ребята. Начнём вот с вот такой фотолюминесцентной краски. Классная штука, позволяет ночью, вот, увидеть название вашей яхты, ватерлинию, ещё чего-то. То есть она впитывает свет и потом ночью светится. Она устойчивая к морской воде, устойчива к истираниям. Я ещё даже не придумал, какое для неё может быть предназначение, но обязательно оно есть. Я её придумаю и скажу вам. Может, вы предложите в комментах, напишите, что бы вы на своей яхте изобразили бы люминесцентной краской, фотолюминесцентной краской. А вот посмотрите, как это работает. Давайте заглянем вот в эту дырочку. Вот так я выключаю, и она светится приятным зеленоватым светом. А вот скажите, ребята, как можно багор взять и спрятать в карман? А вот с инновациями можно и с компанией REVOLVE, REVOLVE DE GEAR SYSTEM. Это возможно сделать, превратить багор вот в такой калачик себе. Берём, значит, друзья мои, и вот так вот, вот так бум, раскрываем его, и здесь мы крепим вот так вот. А, всё, я имею багор, друзья мои, вот такой раскладной багор. Я не знаю, как это будет в жизни, но пока мне вот сама идея очень понравилась. Можно щёточку повесить, ну и любое, как бы, предназначение можно его использовать. REVOLVE, REVOLVE. Да, чтобы снять её, нужно вот нажать на кнопочку, и вот так, лёгким движением, да, скручивается он, конечно, чуть дольше, чем выплёвывается. Но тоже, если так приловчится, я бы сказал. Ну так. Что ж, друзья, а как вы думаете, что полезного можно сделать из пластиковых бутылок? Сейчас очень актуальная проблема, да? Так вот, фирма Ölström предложила сделать паруса. Вот такие или вот такие можно сделать из обычных пластиковых бутылок, и вполне-вполне достаточно сносно и красиво они выглядят. Вот так вот бережём природу. В прошлых видео вы уже видели, мы показывали вам кольцевые моторы вот с такими движителями внутри, да, то есть сам мотор вот здесь у нас находится, очень интересная перспективная вещь. Здесь у нас мотор французской компании OHY, которая сделала полностью его из карбона и лопатки, из карбона, да, и вы можете все лопасти себе разукрасить вот в такие весёленькие цвета. Я считаю, что за такими моторами будущее, всё-таки у них очень много положительных качеств, ну вот, при минимуме отрицательных, и посмотрим, будущее покажет. А вот, друзья, вот такой водный велосипед, он ни разу не электрический, это для ребят, которые любят погонять педалями, для велосипедистов. Он мне очень зашёл, то есть мы крутим здесь, да, запускаем винт, и когда скорость наша превышает больше 9 км в час, то есть больше где-то 5 узлов, он начинает выходить на крылья, да, на гидрофойлинг. Тогда мы управляем передним крылом, углом атаки. И у нас ещё есть здесь руль, мы отлично так можем рулить этой штукой. И штука сделана из карбона и весит всего 35 кг, её длина 3,40. Да, и разгоняться такая вещица может до 11 узлов, до 20 км в час, ребята. Ну, вполне так, можно разгонять за пивом, вот. И ребята запрашивают цену 12 000 без налогов за эту игрушку. И вполне себе такая классная, интересная игрушка, имя ей JetCycle, JetCycle, вот. И я думаю, что я смогу сбросить пару килограмм с помощью такой вещицы. Что ж, друзья, а сейчас мы вам покажем Click & Fill. Вот эта маленькая штучка, наверное, больше всего привлекла моё внимание, потому что больше всего она мне понравилась, потому что каждый, у кого есть яхта или кто ходит в чартер, знает эту проблему, да? Проблема в чём? Когда мы наполняем бак водой, мы должны, значит, сначала пойти за ключом, взять ключ, открыть, ключ будет лежать здесь, вот, а, куда гемики? Да-да, вот мне подарили, вот ключик, да? Мы открываем, его ложим, он потом у нас падает, мы, да падает, да, мы забываем всё, вот. А вот товарищ Рик Дони придумал вот такую штучку Click & Fill, Click & Fill, вот, хотя он француз назвал по-английски. Да, мы берём, у нас здесь есть ключик, мы берём это всё дело, открываем, открываем, так, так, открыли. Потом мы берём другой стороной, делаем вот таким вот образом, так, так, и что мы теперь делаем? Мы берём просто так, вставляем, идём пить хорошее Розе де Прованс. Пока вот там полчаса-час наполняется наш танк, и, и вот ребята со стенда утверждают, что вода будет чище за счёт такого, то есть меньше в неё что-то будет попадать, не будет грязи, ну, не знаю, насколько, но всё равно не будет, да, тут я согласен. Вот. Мал золотник да дорог, классная штука, вы видите мои эмоции, как это мне зашло, действительно очень классная и клёвая штучка, я обязательно себе такую куплю на яхту. А что у меня, ребята, в руках? В руках, ребята, у меня полиэтилен высокого давления листовой, импортный, вот. И за мной, за мной находится лодка, сделанная вот из листов такого полиэтилена, то есть вот она сваренная полностью и сделанная полностью из полиэтилена. В итоге, в итоге она на 100% перерабатываемая, на 100%, во-вторых, её не берёт коррозия от слова «совсем», осмос, коррозия, блин, ковид, вообще её ничего не берёт. И, и, у неё просто бешеная резистивность. Кто знает, тот понимает, что на полиэтилене, ну, так, можно на скалу заехать, ещё куда-то, вот. И всё это очень быстро и легко сварено. Конечно, нельзя сказать, что она выиграет премию по дизайну, но вполне-вполне интересный продукт. Субтитры сделал DimaTorzok А вот здесь, на самой лодке, другой интересный инновационный продукт, вот такое горящее табло, такая, блин, плакатик-баннер такой. Видите, здесь нет светодиодов, он плоский, он занимает один миллиметр, может, полтора. Здесь примена плёнка, фосфорная плёнка, на которую, если подаётся электричество, она вот начинает светиться. И ночью это достаточно прикольно светится. Ребята заявляют, что у них, в первую очередь, заказывают пограничники, Косгварды, да, вот такую фигню. Ну, можно ещё что-нибудь придумать. Опять же, напишите, у меня ещё не сработала какая-то эта придумывалка, как можно это использовать. А вот ночью достаточно хорошо видна в море очень далеко, полностью waterproof, то есть она устойчива к воде, к солям и так далее, так далее. И по заявлениям компании, до 5 лет она не выгорает. А это мой друг и друг вообще всех французских хэксменов. Это спасатель добровольного общества спасения наводов, то есть вот такой французский освод. И зовут они, зовут их Савитур Эннер, спасатели на море. И эта организация существует только за счёт пожертвований, за счёт добровольных взносов. Также в каждом яхт-клубе вы увидите такой кораблик, вернее, копилку в виде кораблика. Иногда он висит с кругом таким, и туда бросают денежку. Я вот как бы всегда стараюсь копеечку туда бросить, потому что каждая копеечка идёт вот в оснащение всего этого. Вот, и эти спасатели действительно крутые ребята. Это добровольцы, добровольцы. Но у них очень строгая дисциплина, они проводят очень много тренировок. Я всегда знаю по нашему яхт-клубу в Ля Рошелле, как это происходит. И на все эти пожертвования, вот что значит, если не тырит, чего можно достичь, да, ребят? Покупаются вот эти катера, вот такой катер. Это, ну, это маленькие ещё представители спасательной техники. То есть они великолепно оснащены. Они действительно проходят очень много тренировок. Они всегда готовы прийти вам на помощь. Закончился ли у вас бензин, либо вы тонете, либо ещё чего-то. И, ну, вот это прекрасно. То, что на каждой выставке он не участвует. Выставочные комплексы им дают, вот, места либо бесплатные, либо по сниженным ценам. И, кроме того, они ещё проводят тренинги для яхтсменов, как вести себя в случае проблем, как вести в случае опасности, борьбу за живучесть судна, спасение на море, на яхте и разного возраста. Тут, начиная от 18-летних, заканчивая такими седыми дедами, то есть идёт преемственность поколений. И в каждом морском городе, в каждом приморском регионе Франции вы всегда увидите вот такие катера оранжево-синие. Вот, вот таких ребят в оранжевых куртках. И знайте, что это наши друзья. А если вы во Франции заходите в кафешку и видите такую копилочку, всегда не пожалейте лишний... Не мой евро! Да, не пожалейте лишний евро. Один, два, три, четыре, пять. Знайте, что вы спасаете этим чью-то жизнь в это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, ребята, выглядит спасательный катер. Это далеко не самый большой. Это очень мореходные катера. То есть если ты их перевернёшь и воткнёшь в воду рубкой вниз, они всё равно восстанавливаются. Очень остойчивые. Я даже не знаю, при какой бале они могут выходить в море. Сделаны они обычно из алюминия. В данном случае это пластиковая рубка. Ну, значит, как нужно было. Вот. И оснащены они ещё спасательными шлюпками. В носу стоят мощные рейлинги, дополнительные спас плоты. Вот. И так далее, так далее. То есть это действительно такое добротное изделие для спасения вас на водах. И знаете, что куплен он, опять же, на пожертвования, на продажу вот этих игрушек, которые вы здесь видите. Среди одежды, игрушек, то есть всё, что здесь куплено, оно всё идёт, вся прибыль поступает на покупку вот такой техники. Вот. И они очень часто проводят тренировки на этих катерах. Давайте зайдём посмотрим. Вот такая каранбалка здесь находится, чтобы с борта можно было принять, вытащить кого-либо. Здесь ещё борт откидывается. Ну, всё очень хорошо продумано, всё добротно. Камера ночного видения стоит. Комплекс фуруна. А вот здесь мы найдём идеи для подарков на Christmas, да, на Рождество. Это мои земляки из Лерошеля. Они делают вручную вот эти ножи. То есть это семейное такое производство. Но есть машины, на которых боишься ездить, да, потому что они настолько прекрасны. А есть ножи, которыми боишься резать. Действительно, это карманные ножи. Но они настолько классно сделаны из такой хорошей стали. Ручки все сделаны из очень качественной, из качественного дерева, из рога и так далее, так далее. Есть модели для открывания устриц. Есть вот такие вот тупые модели. И, ну, абсолютно всех хочется подержать в руке. Вот оцените, какие, вот какие только тут не представлены породы дерева для ручек. Вот есть формы маленькие, вот от 8 сантиметров и заканчивая вот таким кашелотом. Видите, в виде кашелота сделана ручка ножа. Да, вы видите, выгравирована марка, да. Вот. И вот ручка сделана в виде кашелота. Вот. Такой ножичек ценится в районе 150 евро получается. Вот так вот. А вот смотрите, какой нож. Нож, ну, я спрашиваю, почему он тупой сверху? Это старые традиции риггеров, людей, которые работали на такелаже, на рангоуте. И тупое, тупое остриё делалось для того, чтобы не повредить паруса. И это вот один из традиционных парусных ножей. Смотрите, как прекрасно плетение. И ручка из обменного дерева просто украшает. И вы видите, что чёрная сталь. Да, хозяин говорит, что это покрытие похоже на алмазное, то есть оно очень твёрдое, вот, и очень дорогое. И ху! И стоимость такого ножика вместе вот с такими ножнами 450 евро. Но это вот действительно такой добротный классный подарок будет для яхтсмена. Ага. Вот хозяин показывает нож со швайкой. Мы спросили, что ещё есть для этого. Вот для работы с узлами, узлы развязывать, либо вот чеку открывать. Вот такой нож, и очень, смотрите, как он отлично работает. Так и так, да. Это, ну, настоящий боцманский нож. Вот, блин, жалко, видите, я прикоснулся уже к нему. Вот это... How much centimeters? 12 сантиметров. И вот такой маленький... It's 6? Да. И вот такой, смотрите, вот 6 сантиметров тоже отличный ножик для работы с такелажем. Ну, надо себе купить такой. И продолжая тему подарков, мы продвигаемся по павильону, где вот продаются всякие такие очень нужные вещички. Я никогда не прохожу мимо вот этого стенда. Это фирма Kiat. Они официальные поставщики моделей для некоторых верфей, кстати, да. Но больше всего мне нравятся классические их катера. И мы у них закажем ещё себе в офис модель парусной яхты. Вот так вот. И вы можете посмотреть эти катера, да. Вот этот вообще такой пухлыш мне очень нравится. Да, вот такой просто красавица. Вот ривы. Ривы в их исполнении, ну, она просто волшебна. Посмотрите на эту деталировку. Прям и хочется сюда посадить пупсика, лол какой-нибудь и отправить их, лол и лолу, и отправить их в какое-нибудь плавание, да. Вот так вот. Но мне нечего просто добавить. Я просто люблю любоваться этими моделями. Они из красного дерева, сделаны из нержавеющей стали, идёт обрамление. Ну, сумасшедшая красота. Музыка Музыка подарочной продукции для яхтсменов, мне очень нравится, это Константин наутикс, вот их сайт, можете зайти, посмотреть. Так вот, они делают просто шикарные браслеты со скобами, с якорями, вот такие вот отличные брелки, но вот что я ещё у них увидел, так это вот такие вот яхтенные туфли, вот скажи, что это не морские яхтенные туфли с белой подошвой, не будет мазать вашу яхту, это вот на летний вариант, это зимний вариант, ну, для Кариб или Сейшел зимний, зимний, вот с такой подошвой, вот, и оцените, насколько всё классно у них и приятно сделано, вот, и цены доступные, 45 евро, понимаешь ли, вот, поэтому очень-очень вам рекомендую. А вот стенд, который присутствует практически на всех выставках, и здесь можно заказать флаги абсолютно всех государств и не только государств, разных клубов, я себе уже даже выбрал несколько клубных, скажем, флагов, ну вот, ну можно старый добрый весёлый Роджер, ну вот весёлый Роджер, да, мы можем заказать, ну уже немножко, как бы, как бы все устали от него, ну вот огромное количество флагов здесь, вот все, все, все флаги, которые можно заказать, даже некоторых государств, которых нету на карте, тоже можно заказать. Вот, допустим, посмотрите, какой чудесный флаг, вот, вот, просто клубный флаг, да, вот я вам даже его так покажу, видите, да, вот, очень хороший подарок, разного размера, мы здесь заказываем флаги для своих клиентов, ну обычно это английские флаги, вот так вот. Забота о домашних животных развита очень сильно во всем мире, яхтинг не является исключением, и вот фирма CSAF представила такой спасательный плод для собак, то есть у вас на яхте должен быть для себя, и если у вас есть собака на борту, вот, ну вот, шпиц, скажем, должен быть вот такой спасательный плод, друзья, вот она должна вот так залезть, вот, и следующим этапом будет плод, где будет размещен собачий корм на двое суток, планшет с мультфильмами собачьими, то есть ваш пёс, дожидаясь спасения, должен чувствовать себя в безопасности и в комфорте, вот, ребята, оцените, мне очень понравилось. А сейчас мы на стенде компании 727 Sales, я помню, как они организовывались, у них был очень маленький стендик, несколько сумок, они вообще только сумками занимались, сейчас они вот разошлись по полной, у них и сумки, и рюкзаки, и жилетки, и стулья, вот, всё, что хотите. Мне понравились свитера, их свитера со вставками из парусной ткани, то есть вот, чтоб с тобой море оставалось всегда на локтях, вот, разных расцветок, но вот шуршит, это спинакерная ткань, типа, вот она будет защищать вас от протёртостей, вот так вот. Также мне понравились вот рюкзачки, но типа тоже из парусной ткани, вот, допустим, такой, смотрите как, просто ты ходишь и кусок яхты с тобой носишь, красота, хорошая кожа здесь, подобраны цвета, ну, французы умеют делать стиль, вот, да, и вот они такие, такие, папочки, опять же, для капитанов, мне нравится приходить, то что-то выбирать, не всегда, конечно, покупаю, потому что не помещается уже ни в офисе, ни в квартире, но очень-очень рекомендую. И сейчас мы на стенде Дабари. Дабари — это ирландская известная фирма, которая делает отличные топсайдеры, отличные топсайдеры, отличную обувь для яхтсменов. Я пользуюсь также Дабари, и сейчас я хочу обратить внимание вот на их новую модель, то есть они соединили классические топсайдеры со спортивными кроссовками, да. Смотрите, ребят, то есть подошва идёт кроссовочного типа, достаточно удобная, с подъёмом, и заходит на носок, как в нормальных кроссовках. Я себе непременно по приезду в Лерошель куплю такие топсайдерчики кроссовочного типа, вот. Кроме того, вот такая модель с гортексом представлена, то есть кожа такая более грубая, вот, стоимость 179 евро, впечатляет. Вот, casual начали Дабари делать в большом количестве, мужские, женские, вот. И также есть такие модели, вот у меня вот такие, да, вот я такими пользуюсь, это классические, ну, не классические, но такого классического типа Дабари, вот. Очень они у меня долго и хорошо ходят, вот. И, кроме этого, здесь представлены вот сапожки в нескольких видах. Ну, я вам скажу, в Лерошеле в дождливую погоду я использую такие сапоги просто походить по городу, вот так вот. Кроме того, мне понравились современные модели Дабари, вот такие, кроссовочного типа. Да, здесь представлены, это уже уходящая коллекция, ждем новую, вот. Но приятно, что Дабари начали развивать современные коллекции вот такого кроссовочного типа, очень легкие, быстро сохнут. Вот, несколько цветовых вариантов есть. И опять же, casual, если ты хочешь, чтобы твой Дабари оставался с тобой, вот такого плана. Тоже достаточно приятные, красивые вещи. Друзья, вот мне хозяин стенда объяснил, что вот эта сумка называется Викель Фиш. Это не совсем новое произведение, оно уже 12 лет на рынке и придумано в Базилии, в Швейцарии. Почему? Потому что там есть горные речки и люди плавают себе в виде туризма, то есть вот они сложили вещички и поплыли. А течение очень быстрое, назад они идут пешком, то есть вот такая швейцарская, дуатлон такой швейцарский, вот. И она держит, ну, соответственно, она держит воду, да, и держит воздух, и, соответственно, ее можно использовать как такое маленькое спасательное средство, как матрас. И вот их смены тоже начали использовать это всё дело, вот. И да, интересная штука, если вам надо куда-то сплавать, погулять, походить, вот. Ну и также можно ее использовать в тузике, да, то есть сложили вещи, надули, она же вам заменяет спасательный круг. Вот такая вот штука, да, я примерю, да, три размера, он говорит, вот такая на двоих, на одного и маленькие такие вот для каких-то таких карманных вещей. Вот, да, вот такая штука разных цветов можно подобрать. А, это, это, это в виде рюкзака, то есть это вообще можно вот так взять и на спине поплыл, и вот так вот так поплыл, себя поплыл, шутка, шутка, да, просто как рюкзак, вот так. Забота о домашних животных развита очень сильно во всём мире, яхтинг не является исключением. И вот фирма Sea Safe представила такой спасательный плод для собак, то есть у вас на яхте должен быть для себя, и если у вас есть собака на борту, вот, ну, вот шпиц, скажем, должен быть вот такой спасательный плод, друзья. Вот она должна вот так залезть, вот, и следующим этапом будет плод, где будет размещен собачий корм на двое суток, планшет с мультфильмами собачьими, то есть ваш пёс, дожидаясь спасения, должен чувствовать себя в безопасности и в комфорте. Вот, ребята, оцените, мне очень понравилось. А теперь, ребята, мы на стенде Шоссе-Маре. Что это такое? Я называю это французский яхтенный Амазон, то есть это был магазин, книжный магазин, выпускали журнальчик потом небольшой, про морские истории. Потом они развились, развились, развились. Издательство продают сейчас всё, книги, модели кораблей, детские игры, всё, вплоть до сардинок консервированных и рома, то есть всё, что понадобится моряку вот в таком, знаете, в сухопутном плавании, я бы сказал. Вот. И что ещё интересно, вот сидят, видите, сидят вот такие дядечки, это авторы, это авторы книг, и они, да, они подписывают. Я уже купил одну книжку своей дочери с подписью, с картинкой вот автора, вот, и они сидят, подписывают. Здесь очень много известных личностей. Вот, вот кто-то интервью берёт, видите, то есть здесь такой вот клубный движ, он мне очень нравится. Идёмте, я вам покажу, сколько классных здесь книжек есть. Все книги на морскую тематику, все, начиная просто от малышей, вот таких вот, да, про ослика тро-тро, заканчивая серьёзными альманахами, серьёзными учебными пособиями. Мы здесь кое-что покупаем. Допустим, книга «История маяков», да, ну, просто, просто красота, да. Она классно оформлена, всё вручную нарисовано, вот. Здесь морские головоломки, они как для детей интересны, так и для взрослых. И вот несколько бутылочек «Рома», несколько бутылочек «Рома», часы, морские командирские, конечно же. Ну вот смотрите, какие эти дальше, какие чудесные макеты кораблей и лодок можно здесь купить. И вплоть до игрушек, да, вот такой морской, морской конёк, может быть, собственно говоря, вот так вот. Здесь игры детские, ну и взрослые. Я уже присмотрел пару игр для своего ребёнка. Что и вам советую. Комиксы, да, «Пактического капитана», комиксы, комиксы, вот смотрите, классные-классные комиксы здесь. Вот так вот, сборные модели кораблей и так далее, так далее. И здесь вот такая клубная атмосфера. Я люблю, когда есть минутка на этой выставке, зайти сюда, посмотреть что-то, что-то прикупить. Вот очень-очень мне нравится вот этот стенд и вот эта компания. Здесь всякие морские консервы из морской рыбы, ребята, морская соль из разных регионов Франции. Конфеты, вы думаете, что они в виде этих самых беретов матросов французских ВМФ и они с морской солью эти конфеты, ребята. Вот, видите, ой, какая прелесть. Боже, надо, надо себе купить. Что у нас ещё здесь есть? Масло морское, машинное, наверное. А вот смотрите, великий пендюик, пендюик один. Я себе вот такое хочу заказать в офис. Ребята, а как вам такой сундук, который продают шоссе-маре? Круто, скажите. Смотрите, морской, сразу видно морской сундук, потому что много мест для стаканов и бутылок. Вот, а сверху на сундуке, смотрите, что стоит, да? Калипсо, Калипсо Жака Ива Кусто с вертолётом даже, с подводной лодкой. Одно время она стояла в Ля Рошеле, я ходил любоваться ею. И вот книжка, видите, Альберт Фалько, Капитан Деля Калипсо. Такая правдивая книжка, не только положительно о нём говорили. Мне дали попробовать, потрогать его. Да, смотрите, да, вы это всё видели по фильмам. Полностью, полностью аутентичный макет Калипсо. И стоимость 990 евро. Вот такой тральщик был заброшенный, пока Жак Ив Кусто из него не сделал очень знаменитый корабль. А вот про морские карты. Вы помните, да, Фукса из этого? Но я своей дочери купил вот такие игральные морские карты. Очень интересная штука, да, и вам рекомендую. Они обучающие. Они обучают ребёнка яхтингу, да, какие проблемы могут быть. Вот, и обучают, как бы, понимать ветер и так далее, и так далее. Очень классная штука. Что ж, друзья, я думаю, вам понравился обзор с парижского бот-шоу, наш репортаж. Напомню, что это заключительная выставка в сезоне, то есть она проходит в декабре. Всегда здесь можно чего-то откопать такого интересного, самобытного. Я надеюсь, что вам понравилось. А для тех, кто хочет обучиться управлять парусной яхтой, я приглашаю в нашу парусную школу. Кто хочет организовать круиз под парусами, так уже пора, собственно говоря, на следующий сезон. Мы тоже вам поможем в этом. И также буду рад помочь вам с выбором яхты к покупке новой либо БУ. Мои телефоны внизу. Пишите, звоните. Буду рад помочь вам. И с вами был Саша Горан. До встречи в море. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова